Девушки отдыхают Маленькую девочку-даренку «Серебряная копытца». А еще историю о новогоднем чуде не скажу. В музыкальном театре пройдет детский новогодний мюзикл «По щучьему веленью» или «У Емели Новый год». Хореографическое театрализованное представление в гостях у дюймовочки и музыкальная сказка «Снежная королева». Молодежный театр Алтая в дни новогодних праздников представляет музыкальную сказку «Бременские музыканты». Сразу две новогодние премьеры представят в театре кукол сказка «Снежная королева» и «Снежная история». Вместе в музей. Удивительная выставка авторских кукол, объехавшая и покорившая весь мир, остановилась в Барнауле. Выставка носит название «Ульгер», что в переводе с бурятского языка означает «сказание». Известный скульптор Дашин Амдаков представляет коллекцию кукол, продолжающих бурятскую ремесленную традицию и культуру. Авторами которой являются члены его семьи, среди которых, представьте, семеро детей. В этом семейном проекте Дашин Амдаков создает эскизы. А родители, братья и сестры воплощают его идеи. Мастерят каркасы кукол, придают основную форму и колорит образа или персонажа, а также одевают его, используя натуральные материалы и традиционные техники. Их произведения выполнены как скульптуры из кожи, в объеме, в стилизованных национальных одеждах и с историческими атрибутами. Каждую отличает особый характер и уникальная пластика. Ювелирные техники шитья, плетения волос, декорирование разными материалами. Все это вызывает восторг и восхищение мастерством рукодельниц и рукодельников. Деревянные троны, лица из папье-маше, одежда из кожи, натуральные луки и стрелы, коралловые бусы, ручное шитье и плетение из конского волоса, придают изделиям уникальность и неповторимое очарование. Национальное своеобразие выражается в этнографически точных деталях, покрое одежды, конструкции украшений, форме причесок, традиционных материалах, технических и художественных приемах, цветовой гамме, символике. Несмотря на то, что искусство семьи Намдаковых имеет ярко выраженные бурятские и монгольские исторические истоки, по мнению искусствоведов, оно реализуется в жанре этно-фэнтези. Выставка проходит в Краевическом музее в Барнауле на Ползунова, 39, и продлится до 24 февраля, поэтому на каникулах вы успеете ее посетить. 4 января в музее открытки состоится открытие мультипликационной студии, которая работает в уникальной технике. Все рисунки с бумаги оцифровываются и анимируются моушн-дизайнером на профессиональном оборудовании, чтобы получить плавные естественные движения героев. Вместе с детьми будет работать барнаульская художница Марина Аджинян, и у каждого участника останется мультфильм на память. Вход свободный, подробности в аккаунте музея открытки ВВК. Любой школьник может стать волшебником и превратиться в Деда Мороза или Снегурочку. Зачем? Чтобы поздравлять взрослых, всех, кто работает в празднике и не может провести время в кругу семьи. Акция «Российский детский Дед Мороз» – от движения первых шагает по стране. В Алтайском крае ребята поздравляют тех, кто встречает новогодние дни на работе или на службе – сотрудников полиции, врачей, спасателей, продавцов, курьеров и даже самого Деда Мороза. Участники акции рассказывают новогодние стихотворения, поют песни и дарят подарки и открытки, сделанные своими руками. Эстафета «Добра» опубликуется в социальных сетях. Вы тоже можете присоединиться. Выкладывайте фото и видео с официальным хэштегом «Российский детский Дед Мороз». Акция продлится до 13 января, до Старого Нового Года. До какого возраста можно играть в куклы и плюшевых мишек? Сколько угодно, пока вам интересно. Любое увлечение можно превратить в профессию. Сегодня мы познакомимся с мастером-тедистом Верой Зиновьевой. Вера Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Вера Владимировна Зиновьева – мастер-тедист, участница «Ночи музеев-2022», а также краевой выставки «Пространство вдохновения». Вера Владимировна шьет мишек как по авторским, так и по старинным выкройкам. Она изучает историю и традиции, связанные с этими игрушками. Вы принесли с собой много очаровательных работ или, правильно сказать, друзей. Расскажите о них подробнее. Вы правильно сказали, что это мои друзья на самом деле, потому что в процессе работы они действительно… Я с ними общаюсь, и мы как бы даже разговариваем. Вот эта девочка, вот эта красавица девочка, она сшита из винтажного плюша. Одежда у нее вся съемная, и ботиночки у нее ручной работы. Вот такая вот девчонка появилась. Вот это медведь по классической выкройке. У него такие довольно удлиненные верхние лапки. Он сшит из махера. И он умеет только сидеть, потому что посадка лап не позволяет ему выпрямить полностью ноги. Я бы, наверное, здесь еще познакомила вас с некоторыми товарищами, с моими товарищами, вот с этим медвежонком. Это Мишка Ангел. Он один из участников, мы принимали участие, вот недавно закончилась выставка «Пространство вдохновения». И этот ангел, он был одним из медведей, которых отборочная комиссия приняла на выставку. Вот он сшит из вискозы, у него мягонькое такое пузико, лапки мягкие. Лапки мягкие. Вот эти фланелевые медведи, фланелевые мишки, фланелевые братья, они тоже были участниками выставки «Пространство вдохновения». Поэтому вот я тоже решила их взять, у них уже есть хозяйка, но она любезно согласилась, что мы сходим к вам на передачу. Расскажите, пожалуйста, чем плюшевые мишки отличаются от мишек Тедди? И почему для того, чтобы сшить мишек Тедди, нужны специальные знания? Настоящая Тедди, у них, они состоят из отдельных деталей. То есть отдельно отшиваются лапки, отдельно туловище, отдельно голова. То есть вот если взять медведя, да, у него конечности все подвижные, там специальное крепление внутри, и собираются они в определенной последовательности отдельно, также пришиваются ушки. А почему нужны специальные знания для того, чтобы брать человека? Специальные знания, ну вот они для того, чтобы правильно подобрать материал, чтобы правильно подобрать набивку. Когда я начала ими заниматься, мишками, я стала изучать историю их. Каковы были первые мишки, из какого материала они шились, какая была набивка. То есть набивали их разными материалами от шерстяного очеса, то есть это вот отходы от предельного производства шерстяной очес, до соломы. На мой взгляд, мне больше всего нравится, когда они набиты плотненько, опилочками такой, либо древесной шерстью. Такая длинная стружка тонкая, очень нежная, которая прессуется и закладывается внутрь медведя. Расскажите, пожалуйста, а чем русский мишка, например, отличается от английского? Первые медведи, они были вот такой, антропометрической формы. И даже если вот этого медведя взять, у него пропорции тоже складываются вот таким образом. То есть если его на четыре лапки поставить, он тоже встанет прямо на стол вот такими полностью конечностями. А русский мишка, у истоков создания такого русского медведя стояли наши русские мастера. И у него, вот вы видите, что у него и телосложение, тельце у него более худое, лапки более короткие. Вот эти лапки, они тоже более, такие более плотные, более крепкие, коренастенький такой мишка. У него строение головы другое, да, строение головы другое. Вот этот отшит по выкройке Анастасии Дмитриевны Бартрам, 1930 год. Эти медведи русский мишка, он и создавался специально для детей. А таких медведей, вот как бы Тедди, допустим, по классической выкройке или вот таких, это очень часто приобретают взрослые люди. Расскажите, с чего начинается создание мишки? Я покупаю ткань, и я вижу, какой у меня начинает складываться образ, потом делается выкройка, потом сшиваются детали, и завершается это все тонировкой. То есть, когда, если, допустим, вот такой вот длинноворсовый мишка запланирован сшить, он проходит так же, как у обычного человека. Там происходит, сшивается, это же не просто выкройку сшить, да? У него целая там парикмахерская, их укладку делают, и стрижку, и расчесывают, и потом еще тонировка есть. Для того, чтобы выделить, вот сегодня мы с детьми шили таких вот небольших фланелевых мышек, и было сразу видно, когда после того, когда красочку наносишь, сразу появляется глубина, и глазки появляются. То есть, это таким образом. Скажите, пожалуйста, а какой мишка был для вас самым сложным, и почему? Самым сложным, наверное, был первый. Почему? Потому что не было опыта. Потому что, по большому счету, я в своей жизни, я начала медведями заниматься. Почему? Потому что, ну, наверное, пришло просто время. И однажды я увидела в интернете выкройку этого медведя, и я решила его сшить для себя. Потому что у меня никогда в детстве, вот, как бы, советские медведи, они были же очень популярными среди детей, и у меня такого медведя не было. И я, как бы, помню свою самую первую встречу с таким медведем, и мне захотелось его сшить. И когда я его сшила, я поняла, что это просто нечто, я его набиваю, а ткань неправильная, она расползается, он стал таким толстеньким, таким нелепым. Ну, я такая думаю, ну, как вот его полюбить такого? Но, тем не менее, он живет у меня, этот мишка, и этот самый первый медведь, я его тоже набивала опилками, мне хотелось сделать все, как полагается. И я очень переживала по этому вопросу. Наверное, вот эти эмоции такие, это вот дало такую вот эту сложность, о которой вы говорите. Но потом я пошла учиться, я брала курсы, и, ну, вот, как-то это, вот в это все и вылилось. Вера Владимировна, спасибо вам большое за интервью и за ваш труд. Желаем вам много интересных проектов. А я напомню, что у нас в гостях была Вера Владимировна Зиновьева, мастер-тедист, и мы обсуждали, как увлечение можно превратить в профессию. Новый год – это время забыть все плохое и вспомнить хорошее, поэтому существуют традиции подводить итоги года. В этом году наша программа «Дети большого толка» стала лауреатом 8-го международного фестиваля доброго патриотического кино «Бронзовый Витязь». Торжественный концерт с участием заслуженных артистов прошел на сцене театра драмы «Томска». В этом году в шорт-лист фестиваля вошли 150 работ со всей России и стран ближнего зарубежья. Финалистов и лауреатов поздравили со сцены известные люди. Народный артист России и режиссер Николай Бурляев, артист-дубляжатель, ведущий, композитор и актер Сергей Маховиков, митрополит Томский Ростислав, а еще губернатор Томской области Владимир Мазур. В этом году сюжеты документальных игровых фильмов и репортажей посвящены таким направлениям, как экология, спорт, подростки о подростках, мой учитель-наставник, а также малая родина. Программа «Дети большого толка» отправила сюжет о необычной переработке пластика, которую придумал алтайский студент-биолог. Сюжет «Жуки съедят пластик» стал лауреатом кинофестиваля. Звание лауреата – это очень сильное, потому что всего лауреата фестиваля 24 человека. Два одни из тех, которые достойны этой большой награды. Всему краю, всей нашей земле, низкий поклон от меня, от Николая Петровича Бурляева и от Сергея Анатольевича Ховикова. Представьте, что у каждого человека будет свое радио. О чем будут вещать эфиры? И какие потребления ждут человечество? И как всегда впереди рубрика «Опрос». Всем привет! Меня зовут Марат. В эфире радио «Футбол». В эфире радио «Новый год». Снежинка. Радио «Предновогодний день». Радио «Веселый час». Новогодний листок. Радио «Стол». Времена года. Радио «Деда Мороза». Мандаринчики. Ёлки. Желаю всем хороших соревнований и побед. Хорошего настроения в этом году. Почаще гулять в лесу. Вкусных мандаринов. Самых лучших новогодних подарков. 10 килограмм конфет. Горячий борщ. Желаю вам здоровья, благополучия и хорошего снега. Добрых и любознательных хомяков. Подарков и новогоднего населия. Провести этот Новый год с пользой и с хорошим настроением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин